Обещал сегодня выпустить ролик, вот он Я купил папку для обиходных монет Украины фирмы Коллекционер Покажу вам и сравним с другими альбомами Какие есть плюсы, какие минусы В этом видео мы поиграем в игру угадай за сколько продался лот А победитель получит деньги на счет на Виолити, на покупки Для тех кто торгует на этом аукционе, очень крутая новость Появилась услуга видео обзор вашего лота Посмотреть такой обзор можно будет дальше в видео Ну что, поехали? Кстати, давно хотел его подержать в руках Но как-то не доводилось Не решался покупать И разные были очень спорные отзывы Хочу его сейчас показать в сравнении с альбомом Лиштурмовским Так как у меня таких три альбома И свое мнение высказать по поводу данных альбомов И немножко мы заполним сейчас альбом регулярных монет Ну что ж, во-первых, у меня есть вот такой вот альбом Лиштурм Очень хороший по качеству, приятный Украинские монеты, к сожалению, не советую хранить Вот в таком формате, как у меня здесь представлено Потому что все-таки это у нас холдеры Это временное хранение для монет И, конечно, коллекционеры допустил огромную ошибку Потому что у них альбомы для юбилейных монет Предназначены таким образом, чтобы монету нужно было доставать Из капсулы, из холдера И размещать просто-напросто в эти ячейки Это неправильно сейчас Ну ладно, те монеты украинские, которые выходили у нас без капсул Люди размещали в холдеры Это окей, да И, в принципе, даже такое хранение для монеты Это ничего Но главное, чтобы она не контактировала Не с воздухом, а не с чем Что могло бы как-то повлиять на металл монеты Такой формат у меня хранения тоже есть И монеты в довольно хорошем состоянии И вот в таком формате я вам рекомендую покупать монеты в вашу коллекцию Но лучше, конечно, хранить их в капсулах И в конкретных, которые сейчас уже Национальный банк выпускает юбилей Давайте переходим теперь к обиходным монетам В обиходных монетах у меня также альбом Лишь Турм Я храню их в холдерах Видите, кстати, здесь папочка вот такая вот есть Отдельная для альбома Здесь такой папочки нет, но вообще она предполагается Можно докупить и хранить Альбом немножко меньше сам по себе Вот если посмотреть С такими золотыми краями Вот Это у нас размещение юбилейных монет Я показывал это в Бублике Я там прикупил себе монет От подписчика мне выслал Вот так можно хранить юбилейные монеты Конкретно в альбомах Лишь Турм В холдерах В чем преимущество? В том, что вы можете сами себе подписывать Те монеты, которые считаете нужным Какие редкие, какие нередкие Вес, всю информацию необходимо написать На конкретных монетах В таком же альбоме Только подпись от альбома есть Никак вы не можете править ее И также здесь можно менять местами Соответственно их выкладывать Как вы считаете нужным Там только, например, 5 копеечные монеты Или по годам Или еще как-то по разновидностям И в принципе вы сами формируете ваш альбом И как считаете нужно его заполняете В такой же альбом Который у нас коллекционер Он у нас Он сделан таким образом Здесь уже размещены монеты Которые автор посчитал нужным Разместить в том порядке, который есть И вполне В принципе удобно Но количество тут, конечно, этих листов ограничено И мы сейчас будем заполнять Конечно, как-то по качеству Альбом достался Человек очень бережно его хранил Просто за ненадобностью Решил продать Даже не заполняя его монетами Ну, может, надоело и так далее Вот, конечно, хотелось бы Чтобы в Украине появился Хороший производитель альбомов Который действительно будет делать качественно Не будет никаких там Допускать ошибок или еще чего-то Ну, в плане ошибок Я имею в виду Выпускать в альбом Довольно тех монет Которых, в принципе, не существовало Вот эта страница с пробными монетами Конечно, очень интересно Такую страничку полностью заполнить Ребята, небольшая вставочка сейчас будет Я обещал прикольный интерактив Сейчас я покажу вам лот на Виолити Если вы угадаете Или будете ближе всего к цене продажи данного лота Напишите мне здесь видео в комментариях Вы получите пополнение 100 гривен на ваш аккаунт на Виолити Чтобы вы могли покупать монеты Или продавать, выставлять Я вам начислю данные деньги на ваш счет на Виолити Так что посмотрите сейчас вставочку Это высокохудожественный подвес для шпаги Конца 16-го, начала 17-го века Основной материал шелк Для декорирования подвеса Использовалась нить из серебра с позолотой Внутренняя вставка кожа А крючок или зацеп Выполнен из бронзы с позолотой Украшен символами города Варшава Варшавская сирена Ну что, как у меня хранятся в данном случае сейчас мои обиходные монеты Это если они в штемпельном блеске Это вот такие вот капсулы Я там размещаю их Вот у меня гривна 96-го года В хорошем состоянии Штемпельные монетки Я вот так вот их держу Вот могу показать 90-2001 Вот смотрите Мы ее разместим сейчас в альбоме Английский чекан 25 копеек Друзья, у меня нет 50 копеек английского чекана У кого есть на продажу в коллекционном состоянии Пожалуйста, напишите мне Ссылочка будет на мой телеграм в описании Я готов приобрести Ну, конечно, 10 копеек это такая мечта Не уверен, что 10 копеек совсем быстро ко мне попадут Ну, тут главное не спешки, а получать удовольствие от коллекции Что у меня еще есть? Вот такая гривная 2004 года Тоже в штемпельном блеске Постараюсь вам показать Есть еще ордена Давайте попробуем разместить Очень просто размещаются здесь монетки Просто нужно сдвинуть Вот этот вот лист, который здесь есть И я уже начал размещать монеты Вот стал вопрос, каким образом их добавлять Гербом к нам Аверсом к нам Или размещать их реверсом Там, где номинал Как вы думаете? Напишите в комментариях, как бы вы заполняли Давайте я сейчас несколько монет размещу И мы посмотрим, как это выглядит Так вот, собственно, выглядит заполненный 95-й год Что у нас еще есть? 96-й год Я добавил гривну Которая мне очень нравится Тоже трезубцем к нам Аверсом В 96-м году у меня вот есть две разновидности 50 копеек Это с мелкой насечкой И с крупной насечкой У меня, видите, крупная она в холдере Я не буду доставать Можем разместить сюда С мелкой насечкой 50 копеек Тоже довольно нечастые Так, они вот так вот с легкостью размещаются Что еще можно сказать по поводу 25 копеек У меня я периодически откладываю 25 копеек с оборота И накопилось их довольно много Вы знаете, очень они все грязные Просто в каком-то хорошем состоянии В штемпельном блеске я просто-напросто не встречал 96-й год Напишите, как вы встречались ли вам 96-й монетки в хорошем состоянии Есть вот одна очищенная попадалась Ну вот, можем ее разместить для того, чтобы посмотреть Как она в альбоме выглядит Ну в хорошем состоянии Просто-напросто я 96-й не встречал Они довольно часто попадаются Ну, хотя, что значит, часто Сейчас их потихоньку убирают Вот есть вот такая вот мытая Так, ну что я немного собрал альбом из тех монет Которые у меня вот были сложены Давайте покажу, как, собственно, это у нас выглядит Добавил я 95-й год 96-й год 50 копеек с мелким гуртом Эти еще пока не добавлял монеты Гривны у меня были собраны все в хорошем штемпельном блеске Я подобавлял их, понятное дело, сразу И еще я не откладывал Не откладывал У меня не было мелочи, отложенной в хорошем состоянии Поэтому сложно было заполнить То, что было в штемпеле, то и сейчас у меня размещено По монетам, по гривнам Несколько совсем мелких номиналов У меня вот есть 25 копеек Вот 2012 год Все гривни 20 лет введению гривны Это, конечно, монета, которая не попадала в оборот Она была только в такой сувенирной упаковке Но я решил добавить, так как она у меня есть В наличии Вот Самая интересная страничка для меня Это страница с пробными монетами Сюда я разместил 100 шагов То, что показывал вам в прошлом видео Правда, тут, к сожалению, не гербовая Не герб Украины Но все равно это очень, как бы, такая редкая разновидность Редкая пробная Пробный жетон, пробная монета 25 копеек английский чекан 50 копеек я буду подбирать 10 копеек, возможно, в будущем Разместил копию двух копеек сюда Потому что, на самом деле, об этой монете ходят просто легенды И опытные коллекционеры говорят, что ее просто-напросто не было в 92 году Я думаю, окей, пока добавим сюда копию Хотя копии я не планировал размещать в этом альбоме У меня вот даже вот есть порошковая гривна Копия из Китая Вот так она выглядит Она, конечно, сюда подходит Можно было бы разместить Но я не думаю это делать Потому что вполне реально купить оригинал Он в районе 4 тысяч 3 500, 4 тысячи Можно найти на аукционах Купить такую монету 15 копеек тоже часто попадают сейчас в продажу Есть вот эта копия из Китая Ну, конечно, оригинальная монетка всегда приятнее И не раз другое состояние Когда у вас лежит в коллекции оригинальная монета Действительно, это очень приятно Касательно разновидностей монет Добавил сюда несколько разновидностей Вот три разновидности бубликов Две монетки, гляньте Это заготовки под монету Под 25 копеек, под 10 копеек Под 50 копеек заготовки и под гривны у меня еще нету Я добавил сюда пока повороты Это монеты, которые видите Так они у нас размещены Аверс у нас с поворотом 2008 год у меня было несколько монет Я решил добавить, они очень красивые С наборными монетами Честно скажу, как думаете Стоит ли доставать, разрывать наборы И добавлять сюда Потому что, честно скажу Монеты, изготовленные Вот в таких вот Классных упаковках наборных Даже не знаю Стоит ли доставать Или как-то вообще взаимодействовать с монетами Напишите в комментариях Как бы вы поступили Доставали бы вы Из своих наборов Эти монеты Размещали бы в такой Или нет Как вы думаете Вот такая вот папочка Ее можно собирать Друзья, спасибо всем Кто посмотрел этот ролик Надеюсь он был вам интересен И обязательно пишите Стоимость лота на Виолити Как думаете Получите 100 гривен на счет Ставьте лайки И всем пока